здравствуйте уважаемые студенты начнем сейчас лекцию по дисциплине современной проблемы контроля качества химической продукции и лекция называется методами технического контроля качества ну начнем с того что методы контроля можно классифицировать на разрушающие и неразрушающие и вот по теме первое это разрушающие рассмотрим разрушающие методы технического контроля. Данные методы, они включают в себя такие виды испытаний, как испытания на сжатие, растяжение, на удар, жаропрочность, твердость, испытания при термических, электрических и повторно переменных нагрузках. Разрушающие методы контроля обладают следующими достоинствами. Они направлены непосредственно на определение надежности контролируемого изделия и позволяют имитировать условия, близкие к эксплуатационным и позволяют получать количественные характеристики контролируемого параметра и установить сроки службы изделия до разрушения при заданных нагрузках. К недостаткам разрушающих методов контроля следует отнести следующие. Они проводятся на ограниченной части изделия из партии. Ценность полученных результатов будет зависеть при этом от стабильности параметров изделий партии, иначе поведение изделия в реальных условиях не будет соответствовать результатам проведенных испытаний. И выборочный контроль, как ими является разрушающий контроль, неприемлем для особо ответственных изделий космической, авиационной и оборонной промышленности. Следующее. Это использование разрушающих методов контроля приводит либо к полному разрушению контролируемого изделия, либо к значительному ухудшению его рабочих характеристик. И после электрических или термических нагружений без разрушения необходимо проконтролировать деталь, один из неразрушающих методов контроля, так как возможны значительные структурные изменения материала изделия, которые могут стать причиной быстрого выхода из строя дорогостоящего оборудования. Следующее. Разрушающие методы непригодны для контроля в условиях эксплуатации изделия. И последнее. Разрушающие методы весьма трудоемкие, требуют большой затраты времени, высококвалифицированного персонала, поэтому они экономически невыгодны и применяются для ограниченного числа деталей и узлов. Следующая по теме. Это неразрушающие методы технического контроля. По такими методами понимаются методы контроля по косвенным признакам, не изменяющие, в отличие от разрушающих методов качества, параметров, характеристик эксплуатационных свойств изделия. Исходной информацией для неразрушающих методов контроля являются вызванные наличием в изделии дефектов различного рода аномалии, регистрируемых физических параметров. Это могут быть искажения потока типового излучения, изменения окраски, специально контролирующих покрытий, рассеяние, отражение, поглощение ультразвуковых или электромагнитных волн, корпускулярного потока. И отметим следующее преимущество неразрушающих методов контроля. Первое. Это определение измерения. Основных параметров изделия можно проводить в процессе его производства, испытания, эксплуатации или ремонта без нарушения режима функционирования и изменения его характеристик. Следующее. Возможность контроля качества в динамическом режиме, в том числе при ускоренных испытаниях. Следующее. Это повышение объективности и достоверности контроля при техническом обслуживании. И следующее. Это возможность обнаружения скрытых дефектов типа воздушных раковин, непропая, отслоения многослойной конструкции и так далее. Определение степени опасности обнаруженных дефектов для нормального функционирования изделия. И следующее. Это возможность использования многих неразрушающих методов контроля как профилактической меры, способные предупредить катастрофические разрушения изделия. Следующее. Это они обладают данными методами большой точностью, надежностью и чувствительностью. И применение этих методов и анализ результатов испытаний способствует улучшению параметров изделия и нахождению оптимальных конструкторских решений. Следующее. Стоимость неразрушающих методов контроля ниже, чем стоимость разрушающих методов, применяющихся для измерения одних и тех же параметров изделия. Следующее. При неразрушающих методах снижаются затраты на производство, поскольку некачественные детали обнаруживаются на начальном этапе изготовления изделия. И следующее. Преимущество. Это современные методы неразрушающих испытаний позволяет проводить 100% контроль продукции и на многих случаях автоматизировать операции контроля. Несмотря на очевидные преимущества данных методов перед разрушающими, им также присущи свои недостатки. Они являются косвенными методами, например, для обнаружения неметаллических включений в сплавах или металлах, используют электромагнитные поля, по изменению напряженности которых судят по наличию о наличии дефекта в контролируемом изделии. Следующее. Воздействие различных дефектов на срок службы и надежности изделия не может быть установлено с помощью неразрушающих методов контроля. Связь между косвенными измерениями и эксплуатационной надежностью должна быть определена другими способами. Следующее. Результаты испытаний носят преимущественно качественный характер, а не количественный, если с помощью можно обнаружить дефект или проследить механизм разрушения. Но невозможно в основном определить срок службы изделия до разрушения. Следующее. Результаты большинства методов неразрушающего контроля требуют квалифицированной расшифровки и интерпретации большой подготовительной работы, обследования однотипных изделий, подготовки образцов дефектов, а также подготовки и тренировки обслуживающего персонала. То есть фактически при практическом использовании методов неразрушающего контроля необходимо учитывать и специфические тут особенности. Большинство дефектов могут быть обнаружены, как правило, не одним, а несколькими методами неразрушающего контроля. Уровнем достоверности, сложностью, длительностью контроля и другими параметрами. Это требует решения задачи рационального выбора методов неразрушающего контроля с учетом специфики методов и контролируемых изделий. И в зависимости от физических явлений, которые положены в основу методов неразрушающего контроля, они подразделяются на следующие виды. Это оптические, капиллярные, тепловые, радиационные, акустические, магнитные, электромагнитные, электрические, радиоволновые. И в общем случае неразрушающий метод для контроля включает сбор и оценку информации, которые осуществляются чувствительным элементом, датчиком или использующим энергию и средой, допустим, жидкостями, лучами и так далее, которые претерпевают изменения при его взаимодействии с контролируемым материалом или изделием. И сейчас давайте кратко рассмотрим основное назначение методов неразрушающего контроля, которые нашли наиболее широкое применение на практике. Следующая по теме – это визуально-оптические методы неразрушающего контроля. Какими бы ни были уникальными методами и средствами последующих операций, которые изделия многих отраслей промышленности в основном начинаются с визуального осмотра изделий, неожженным глазом и с помощью соответствующих оптических приборов. И визуальная дефектоскопия позволяет обнаруживать только поверхностные дефекты. В изделиях из металла характерны поверхностные дефекты пластмассов и керамических изделий. Внутренние дефекты в изделиях из стекла или прозрачных, где видимо светопластмасс, дефекты покрытий, нанесенных на металлическую основу. И при механической обработке могут быть повреждения платы проводников, поэтому их проверяют внешним осмотром на отсутствие сколов, трещин и так далее. В процессе контроля выявляется уже правильность размещения всех проводников, качество их нанесения и взаимное влияние. И правильность размещения проверяют путем сравнения с эталонными и чертежами. При этом минимальный размер дефектов, обнаруживаемых невооруженным глазом, составляет от 0,1 до 0,2 мм. Поэтому рабочие места лиц, осуществляющих контроль, обычно оснащаются группами 4-10-кратного увеличения изображения. Однако и в этом случае обнаружение мелких дефектов приводит к максимальному напряжению зрения, не дает должного эффекта и требует эффекта оснащения совершенной техникой, микроскопами с диапазоном увеличения до 40 тысяч и более, что дает возможность уменьшить размер обнаруживаемых дефектов до десятков микрон и менее. И более широкое распространение получил метод оптического контроля в связи с созданием оптических квантовых генераторов. И с его помощью производит контроль генетических размеров изделий со сложной конфигурацией. Одним из наиболее перспективных направлений визуальных методов, не разрушающих контроля, являются голографические методы в видимом диапазоне оптического излучения. И особое место среди методов оптической голографии как раз занимает голографическая интерферометрия. Метод контроля, основанный на интерференции волн, впервые был предложен в 1948 году физико-магобором. В процессе контроля качества на фотопленку одновременно сигнальной волной рассеянной объектом направлялась опорная волна от того же источника света. И при интерференции этих волн возникала картина, которая содержала полную информацию об объекте, которая фиксировалась на светочувствительной поверхности голограмме. При облучении голограммы или участка опорной волной видно как раз объемное изображение контролируемого объекта с регистрацией возможных изменений данного объекта. Голограмму можно получать с помощью волн любой природы и любого диапазона частот. Основными методами установки для реализации галлограммической терапеврометрии являются источники излучения, лазер, оптические элементы для формирования и распределения световых пучков, перевестиющие элементы. Следующая по теме – капиллярные методы неразрушающего контроля. Капиллярная дефектоскопия основана на искусственном повышении света и цветоконтрастности поверхностных дефектов. Это трещин, раковин, изделия из металлов, керамики, металлокерамики, стекла, полимерных и резиновых изделий относительно неповрежденного участка путем проникновения специальных индикаторных веществ. Поверхностные микродефекты, макродефекты изделия под действием капиллярного давления. И методы капиллярной дефектоскопии, они разделяются на цветовые и люминесцентные. И предварительно подготовленное контролируемое изделие поверхность должна быть отечественной от нагара, шлака, краски, металлические пленки. Помещается в резервуар, заполненный красочной или люминесцентной жидкостью. И жидкость должна легко проникать в трещины и поры, и задерживаться в них. И пенетрант должен иметь малую вязкость, должен хорошо растворять краску или люминоформ, не вызывать коррозии материала изделия. В качестве пенетрантов используются составы на основе бензин, скипидара, бензола, скипидара, керосина. И в состав люминесцентных пенетрантов входит керосин, нориол, авто, трансматорное масло и другие. И при использовании люминесцентного метода, после смачивания поверхности и контролируемого изделия, пенетрантом, промывки и нанесения тонкого слоя проявится, как раз изделие освещается ультрафиолетным светом. И происходит при этом люминесцентная индикаторного состава, попавшего в поверхностные дефекты в лучах ультрафиолетового света. И результаты капиллярной антифектоскопии не фиксируются фотографически. При этом чувствительность капиллярной антифектоскопии определяется абсолютными размерами дефектов и ограничивается верхним и нижним пределами их выявляемости. При капиллярном методе контроля изделия, как правило, осматривается невооруженным глазом или с применением группы в двухчетырехкратном увеличении. В качестве эталона, с которым сравниваются дефекты, на проверяемых изделиях используются образцы контролируемых изделий. Кроме рабочих эталонов, обычно должны быть и контрольные, и оба эталона должны иметь паспорт с описанием и фотографией имеющихся на них пороков материала. Следующая по теме – это тепловые методы неразрушающего контроля. Тепловые методы неразрушающего контроля основываются на связи между тепловым потоком и температурным градиентом, возникающим при наличии дефектов в исследуемых объектах. Качество деталей, узлов изделий в целом оценятся как по характеру распределения температуры, так и по изменению температуры отдельных участков их по поверхности. При этом тепловое инфракрасное изображение дефекта получает в отраженном, проходящем или собственном излучении исследуемого изделия. И принципиальная схема теплового метода неразрушающего контроля, для случая отраженного излучения, вот показана на данном рисунке. Это схема теплового метода неразрушающего контроля. Здесь на контролируемое изделие как раз наносят источник энергии излучения, и от контролируемого уже изделия уже фиксируется это излучение, уже отраженное радиометром излучения. И для контроля изделия при нагреве тепловая энергия в форме инфракрасного излучения попадает на поверхность контролируемого изделия, и тепло проникает в изделие со скоростью, зависящей от внутренних его характеристик. При этом дефектные участки изделия изменяют тепловой поток, и скорость распространения тепла, она измеряется теплочувствительным приемником, радиометром, воспринимающим инфракрасное излучение от поверхностей. Стоит указать, что в ряде случаев при контроле может быть использовано собственное тепловое инфракрасное излучение объектов, при их функционировании в рабочем или специально выбранном контрольном режиме. Например, если взять наблюдение и оценка теплового поля, электрическая схема может быть использовано для определения тех из составных элементов схемы, которые изменили свою характеристику и работают в отличном от нормального тепловом режиме или вышли из строя, и аналогично скрытые дефекты, они в печатных платах, влияя на условия тепловыделения, теплопередачи существенно изменяют температурное поле в месте дефекта. И структурная схема тепловизора, она содержит оптическую систему, сканирующие устройства, приемники инфракрасного излучения, блоки индикации, оптическая, и система при этом собирает инфракрасное излучение, картины и фокусирует его на элементную мозаику. Чувствительных площадок, приемников излучения. И количественные анализы проводятся по распределению вычисленной из истинной температуры поверхности объекта. И при этом определение истинной температуры осуществляется путем масштабирования термограммы в соответствии с калибровочными характеристиками. Спасибо за внимание. Лекция закончена. Продолжение следует... Продолжение следует...